всем привет вот имеем от гидрофора водяную бочечку и давайте попробуем с этой бочечки сделать печку для плавки цветных металлов плюс эта печка будет служить как горн можно будет в этой печке разогревать металл бочечку разрезали дальше сейчас будем делать разметку и сверлить отверстия для трубки который будет подключаться газовая горелка дальше значит что делаем подготавливаем и свариваем ножки для нашей печки и делаем крышку подготавливаем трубочки и попробую с этих трубок которые я сейчас приготовил из металлолома сделать для нашей печки ножку вместе с ручками так так и так 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 и дно что варим вставили дно в середину и первый слой обварили сошлифовали едва заварили целые сплошные швы сейчас будем вторую трубу такую же самую разрезать напополам и натягивать на наш тигель потом будем второе днище варивать уже не в середину тигеля а наверх тигеля разрезали нашу трубу теперь будем надевать ее так сказать делать второй слой нашего тигеля отрезали от трубы пластинку подготовили днище второе получился такой тигелек эту печку можно еще пользоваться как горн берешь ложь вот так пожалуйста сумму кусок металла разогрел достал и делаешь с этим металлом что тебе надо вот какая у нас получилась наша печечка ну что дальше испытываем печечку будем печечку испытывать с маленьким самодельным вот таким тигелем потому что у нас алюминия как видим очень мало у нас алюминия расплавился уже алюминий расплавился алюминия АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, наш алюминий уже отстыл И давайте посмотрим, что там получилось Вот получился Какой слиточек Честно говоря, мне нравится Красивый слиточек получился Надо попробовать немножко отрезать Вот разрезал Видно маленькие внутри кратеры Такие Видно бывшие пузырьки И чуть-чуть мусора Но я вообще мусор не снимал практически Вот такой слиточек А теперь, значит, какие можем сделать выводы После нашего теста печки Сама печка мне понравилась Держит температуру хорошо И быстро нагреется Но вот горелка у меня простая Не подходит она к такой работе Для такой работы надо Хорошую горелку Так вот, в будущем я сделаю Инжекционную горелку Для этой печки И я думаю, тогда будет эта печка супер Вообще бешеная Будем учиться дальше Как правильно плавить алюминий и другие металлы Планирую плавить Латунь, бронза, медь На этом я заканчиваю Всего хорошего До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok